вот так вот едь блин за 500 километров от родного сго дома в город герой одессы смотрите возламка для того чтобы включить заднюю передачу нужно нажать эту клавишу здесь получается все она вот так вот ходит кулиса здесь сломана судя по цвету масла менялась она здесь хрен знает когда 40 60 50 последний то тут без понта смотри оговорились до последнего дня ребят всем доброе утро сегодня очередная история начинается в 4 утра мы уже на выезде из киева едем в сторону одессы и сегодня нужно смотреть volvo это будет скорее всего xc70 модельный ряд который после восьмого года чем закончится давайте посмотрим комплектация нас бедненькая тут как-то все под развали на они судя по запаху на только с химчистки только после мойки приехал видать что-то возле тнвд выдавливает соля ручку судя по цвету масла менялась она здесь хрен знает когда надежно зато не знаю как насчет навсегда саморезешь может сгнить бабик сдох задние стекла где-то тонировали с песком а в объявлении он точно не 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 крашен и вот так вот ей блин за 500 километров от родного сго дома в город герой одессы смотрите возламка проем тоже крашены не я вижу что проем крашеный еще раз посмотрю на подушку где и контрольные точки а не вижу пойдем по той стороне посмотрим это тоже прошло да тут есть нет этот не крашеный она в объявлении заряжена не видно не крашеная вся сервисная все дела это что средства тараканов или что поломана фишечка не она вот есть валяется без пружинки так позаду она не тронута задание не ремонтированный не это сверху то где-то не открывали да да там или в гараже может а она не подогнута не 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 он не загнутый типа намокла расклею нет это что-то липкое это наклейка некие сопли где наслуживалось вина рада со 40 60 50 последний то тут без панта смотри оговорились до последнего дня сейчас горит топлива нет все хорошо такого быть не должно кулисы здесь надломано для того чтобы включить заднюю передачу нужно нажать вот эту клавишу здесь получается все оно вот так вот ходит кулисы здесь сломано так климат климат не алло обогреватель левого заднего сидения не работает я скопирую все ошибки на всякий случай кондиционер не работает еще несовместимая конфигурация модуля управления это наверное какой-то блок стоит не родной его не прошили заднее правое окно ну да ну как бы показывает что не работает и что-то замком ну как бы он так закрывается а хрена сзади 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 ну бывает да подожди да подожди открываешь кнопку на крышку сидит дым валит такая же оборотов не давал не надо ахахахаха и че заклинет несовместимая конфигурация управления тут тоже этот блок минин в дверях сфотографовать попробуйте это на драйве чуть-чуть тормоз драйв и чуть-чуть газовый сзади а кстати кулисе здесь жопа она не работает то есть вот я нажимаю то есть для того чтобы включить передачу надо нажать клавишу можно не нажимать да ну я ж между интересно чуть и говорит я ж до человека еще нашел облачен не засовывается дальше а должно да еще должен так расходомер они расходомера сажевый датчик сажевого фильтра он тут сразу сверху стоит возле коллектора еще раз что-то он так шкварчит громко это ручник на волю работа сейчас еще вернуть на правую сторону что работает ручник зажимает сильно громко фига себе в смысле не зажимают конечно не поджимает обрыв цепи обрыв цепи электродвигатель двойного запирания двери со стороны пассажира механические ошибки со стороны пассажира замок не работает даже дочка дождя не 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 я думаю с этого с пульта если взять отдай вообще не за вообще ваша сторона закрыта нет задняя она заклой нихт два ключа должно быть она не закроется пока ключ внутри расскажи мне ну на все поигрался поигрался отдать дерните капот это надо снять на видео вот это дзелень дзелень и синей дзелень снимай распакали на давление турбины здесь нулевое то ли датчик не подключен то ли показывает что его просто тупо нет ладно слишком много ошибок по этому автомобилю надо его пока оставлять в покое вариант следующий ну немножко лучше но тоже такой слегка подуставший XC90 светлый салон немножко волонарные элементы ну кстати такой трохи подзасранный вот это вот страшная ошибка говорит о том что в объявлении написано что машина с полным сервисным сервисной книжки нету вообще написано комплект зимних колес комплекта колес нет стоят лысые потертые аж декорда и все очень страшно да судя по заросшим ушам тут совсем не не очень свежий этот аппарат в общем посмотрели мы уже эту машину у нее скрученный пробег нарисовано подозрение не подозрение а вмешательство корректировка пробега в блок коробки я так и не смог зайти что еще что еще халдекс тут не работает блок ABS не работает и что то еще корректировка пробега но дальше уже чищенная история то есть три активных ошибки осталось и больше никаких ошибок у него нету в принципе поэтому тихонечко уходим от этой машины а и у него с левой стороны мотор сопливит Одесса договорились с парнем о встрече буду через 15 минут подождали три раза по 15 минут телефон не берет чем я добавить добавить нечего учитывая то что попередний пассажир сказал да 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 сейчас приеду и потом отказался даже телефон брать после ряда некомфортных вопросов выбрали мы другой автомобиль тоже Ford Kuga тоже 13 года но практически на тысячу дешевле ну и правда там на пару тысяч километров пробега побольше посмотрим что за автомобиль крышка багажника у этого автомобиля крашена ну и вся морда тоже но по этой по этой что мы имеем по этой заявлено что она не бита не крашена а перекрашена все и даже в некоторых местах стой так она еще и официальная а сделай скринь того что она не бита не крашена перед мойкой не перед продажей на мойке от полирована алё добрый день есть желание посмотреть Ford Kuga новый год уже уехал эх печально мы тут в Одессу приехали ну ладно понял понял принял пока спасибо папа подальше не продал он уехал куда-то ну алё Виталий добрый день добрый есть интерес к Сузуки как бы его можно посмотреть ну любой он находится в Белгороде еще раз он находится в Белгороде нестровском любой это 60 километров от Одессы где-то не он не 6 километров от Одессы он в Белгороде нестровском 60 60 ну 60 ну 70 ну ну если ладно не суть по объявлению там написано что она вся такая классная замечательная как написано так и есть просто я уезжал и ее никто не продавал она закрытая уже стояла я сейчас приехал на Новый год сейчас катаюсь пока в Одессе не планируете сегодня быть? нет там я вообще только не с Руссом я на дальнобой работаю так что приезжаю так на 4 месяца уезжаю но я сейчас приехал на 3-ю я понял хорошо сейчас мы подумаем я дополнительно позвоню добро алло дружи привет счастья здоровья благополучия поздравляйте с Новым годом не в телефон спасибо денег скажи мне пожалуйста у тебя в БД есть какой-то а именно машина в БД находится? машина в Белгороднестровске может ты ее знаешь Сузуки Гранд Витара черная с значком У девочка на ней ездит владелец по техпаспорту можешь сказать владелец по техпаспорту не знаю еще не выяснял просто Гранд Витара если это 6-цилиндровый знаю не дизельный 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 а газ бензин газ бензин если 6-цилиндровый то попробую сейчас узнать черная машина 6-цилиндровая да черный Гранд Сузуки Гранд Витара Сузуки если он ее сейчас продает я выкачу а я сейчас объявление тебе скину давай скидывай я глян хорошо давай алло Ник смотри короче машину я эту видел хозяина не знаю но тот кто ее продает с объявлением это не хозяин это машина замечена в такси неоднократно она у нас работает по городу то есть он на ней таксует его видели он часто стоит у нас ну из моего дома практически я его замечал я смотрю машина знакомая ну и плюс еще мои знакомые таксисты подтвердили информацию дальше у нас все закончилось очень просто парни еле успели на последний автобус для того чтобы добраться до Запорожья и было принято решение ехать выбирать автомобиль уже в новом году в Европе более случаи получилось так что я поехал в Швейцарию а Андрей мой помощник поехал с заказчиком Сергеем в Литву выбирать сей прекрасный автомобиль получилось очень неплохо даже есть некоторые кадры с момента выбора автомобиля в Литве пустая а что пусто здесь как пусто не понял колеса нет запасного нету там и нету там этот клей этот а где ты видишь это колеса там и не бывает ремень уже доходит панель приборов как протерт и почти ничего не видно навигации подушка вырвана в ух на вообще вырвана да я смотрю что ее поднимает двигатель поднимает вот так аж машину дергает аж машину дергает новая резина в прямом смысле этого слова главное что вот смотрите здесь ни одной точки ржавчины нет обработан можно еще дополнительно обработать потому что это грунтовка еще какой-то мастикой обработать теплое залезо хорошо нигде не погнутая по пыльках не летала все красиво бомба по ходовке тоже все эти подушки хорошие подрамник и рычага новый год закончился закончились праздники и мы уже приехали с первыми автомобилями которые будем регистрировать к моему удивлению вот практически 9 часов утра обычно в это время вот эта площадка которая за моей спиной это площадка сервисного центра в городе Киев она обычно забита и причем так забита основательно я узнал сервисный центр сегодня работает я думал может выходной может какой-то национальный праздник может еще что-то нет нифига машин на регистрацию еще нет так и так так что и Машина уже зарегистрирована Сегодня, правда, только одна регистрация Потому что остальные не встали на обслуживание, на ремонт Это будет замена масла в коробке, замена масла в двигателе В Халдексе это тоже еще один Вольво Но это уже будет отдельная история Что про этот автомобиль Значит, эта машина не битая Эта машина вообще не крашена У нее нет ни точки ржавчины Хотя, по общим признакам, эта машина где-то стояла И стояла она, ну, предположительно, больше года Подрамник, телевизор, всякие металлические крепления двигателя Соединительные хомуты Они имеют налет коррозии Что говорит о том, что эта машина где-то стояла По моим данным, насколько мы видим Это была замена ТНВД у этого автомобиля Поэтому в Бельгии эта машина была куплена С поломанным топливным рассосом высокого давления В Литве он был поменян Что касается пробега Пробег у нее здесь 240 тысяч заявленный У меня есть легкие сомнения Но подтверждений этому мы не нашли Во всех блоках эта машина Везде подтверждается пробег Когда машина долго стоит Это плохо Плохо потому, что рассыхаются сальники Уплотнения И потом начинает ссать со всех щелей Здесь же мы после полутора тысяч пробега посмотрели Абсолютно нормально Нигде ничего не течет Поэтому тут Вольво в этом, конечно, впереди планеты всей Машина хорошая Машина уже растаможена Оформлена В киевском Вольво Кубе Надо мной уже смеются Говорят, что я основной поставщик Вольво в Украине Потому что на этой неделе Было только три автомобиля Я уже, честно говоря, не помню Сколько я машин Вольво пригнал в Украину Но по факту Довольно большое количество Раньше был это, несомненно, лидер Ауди По количеству пригнанных машин На душу населения Сейчас это уже наверняка Вольво Потому что Мерседесов, Вольсвагенов, БМВ Идет мало Идет в основном Вольво, Вольво, Вольво Почему Вольво? Ну, понимаю я в этом автомобиле много Я знаю много детских болячек Недостатков и всего остального Может быть поэтому Вот такая вот очередная история Ну а с вами был Николай Тарануха Киев, компания Одинавто Всем удачи на дорогах Всем пока-пока Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok